Когда мне было 11 лет, моя жизнь полностью изменилась. У моей семьи не было ни денег, ни еды, и мы привыкли к этому. Но тот день был особенным, потому что это был день благодарения, что делает его более эмоциональным. Мои мама и папа, как всегда, кричали друг на друга, потому что отец не позаботился о нас. Они часто говорили и делали вещи, которые после того, как вы их сделали, нельзя ничего исправить. И это было очень болезненно для меня, как для старшего. И я старался, чтобы мои брат и сестра не слышали их разговоров. Но тот разговор глубоко изменил меня. В нашу дверь постучался курьер, которого кто-то нанял, чтобы он принес нам еду. Я побежал открывать дверь, и там стоял высокий парень с большими пакетами еды. И на земле рядом с ним была сковородка с сырой индейкой. Он спросил, где родители. Я сказал одну минуту, и побежал за отцом. В тот момент я был в эйфории, как будто сам Бог пришел и позаботился о нас. Мой отец неохотно подошел к входной двери, и когда он увидел этого человека, то очень разозлился и сказал, знаете, мы не принимаем благотворительность, и попытался захлопнуть дверь. Но так как курьер был очень высоким парнем, он уперся в отца рукой и сказал, «Сэр, это не благотворительность. У всех бывают трудные времена, и кто-то знает, что вы нуждаетесь. Они хотят, чтобы у вас был прекрасный день благодарения. Пожалуйста, примите этот подарок». Мой отец стал еще более напряженным. Он начал кричать, что не принимает благотворительность, и снова попытался захлопнуть дверь. На этот раз мужчина поставил под дверь ногу, и она отскочила от нее. Он посмотрел на отца, а потом на меня, и сказал, «Не позволяйте вашей семье страдать из-за вашего эго». Это были очень сильные слова. Мой отец не знал, что делать. Он схватил пакеты с едой, свернул их на стол и захлопнул дверь. Я рассказываю вам эту историю для того, чтобы показать, что все в нашей жизни контролируется вашим вниманием. Одна из самых мощных вещей, которые вы можете знать, это контролирующая сила, которая контролирует качество вашей жизни. И вы и я знаем, что дело не в количестве денег, которые в вашем кармане. Дело не в том, какие у вас есть связи, и даже не в том, через что вам пришлось пройти. На самом деле, все зависит от решений, которые вы принимаете каждый день, от момента к моменту. И решение, которое я принял в тот день, на которое я хотел очень быстро обратить ваше внимание, заключается в том, над чем вы собираетесь сосредоточиться. И в тот день мой отец четко сосредоточился на том факте, что он не позаботился о своей семье. Многие из вас совершали подобную ошибку. Вы думали, должно произойти что-то ужасное, и уже предвкушали боль от этой неудачи. А потом этого просто не произошло. У каждого в жизни был такой опыт. И если в вашей жизни все не так плохо, вы всегда можете подумать о дерьме, которая еще даже не случилась. Вы заранее чувствуете себя плохо. Так делают многие люди. То, на чем вы сосредотачиваетесь, равно вашим чувствам. Запишите это. Сосредоточенность равна чувствам. Если вы начнете контролировать свое внимание, вы возьмете под контроль свою жизнь. В тот день мой отец сосредоточился на том, что подвел свою семью. И в этом был смысл.